Всем привет! С вами Алена Васильева и сегодня мы с вами затронем очень важную тему с какого же возраста учить ребенка читать. Одни начинают учить читать еще с пеленок, другие убеждены, что их ребенок пойдет в первый класс и сам там научится читать. Зачем его сейчас обучать? Но потом пишут мне люди очень многие, Алена, помогите, у моего ребенка нет совсем интереса к чтению. Или кто-то говорит, а мой давно уже знает все буквы, а потом оказывается, что читать, присоединять он их не может. В чем же проблема? Как быть, чтобы не навредить своему ребенку? Смотрите внимательно, если вы вдруг еще не подписаны, подпишитесь на мой канал. Я сегодня расскажу вам свой опыт, свой педагогический опыт, потому что я обучила читать более чем 300 детей. И эти детки все были с трех лет. Итак, я убеждена, что начинать учить читать или учить буковки можно с трех лет. Почему? Во-первых, психологи и педагоги все говорят, что в три года начинается возраст, когда ребеночек созревает. Он начинает все делать сам, у него возраст я сам, кризис трех лет, вы, наверное, уже знаете об этом. И вот в этом кризис трех лет ребенок начинает запоминать очень хорошо все. Он интересуется всем вокруг, он начинает смотреть и спрашивать, а что это, а как это. Если вы не начнете учить его в три или даже в четыре года, то ребенок может научиться сам. Но сам он может научиться неправильно. Почему? Он может увидеть в мультиках каких-то названий букв А, Б, В, Г, Д и выучить, да, алфавит выучить немножечко по порядку. Но потом столкнуться с проблемами чтения. Что же делать? Нужно ребенка не учить буквам, потому что кто-то говорит, с трех лет вы что, так рано. В три года им нужно наиграться. И я согласна. Наиграться нужно ребенку в три года, в четыре года, в пять лет, до семи лет у детей возраст, когда им нужно наиграться. Иначе, если вы сейчас их засадите за обучение, они будут в первом классе играть, понимаете? К первому классу они придут в школу и они будут не наигравшиеся, а наевшиеся этим обучением. Им неинтересно уже будет учиться. Но что же делать тогда? Играть с ребенком в чтение. Играть с ребенком в школу, играть с ребенком в буковки. То есть играючи, буквально пять-десять минут в день поучили буковку, играючи, не обучающий, не как учитель, а просто с ним поиграли. И играючи попробовали ее соединить. И смотрите, есть у ребенка интерес или нет. Если нет, отложили на недельку, через недельку еще попробовали. Если у ребенка появился интерес и он начал спрашивать у вас про буковки, он начал интересоваться, возьмите эти буковки, приклейте их на холодильник магнитный и смотрите, как ребенок с ними играет. Пусть он с ними играет, пусть он интересуется. И вот через эту игру потихонечку, полигонечку учите его читать. Как это делать, я уже рассказывала в ролике, я там в описании прикреплю ссылочку, там и посмотрите. Итак, в три года, у кого-то в четыре года созревают мыслительные процессы, которые готовы запоминать и учить буковки и соединять их. Конечно, еще о глобальном чтении речи не идет. Но когда я работала по обучению к чтению в специальной школе для дошколят, я там обучала деток с трех лет и три-четыре года ко мне детки приходили. Итак, когда они приходят в три года и, может быть, кому-то уже было четыре года, они вполне готовы. У них у всех был интерес к чтению, интерес к буковкам. И весь год, два раза в неделю всего я обучала их буковкам и училась соединять слоги и читать простые слова из трех, четырех, пяти, шести букв. Больше не надо. Предложениями мы не учились читать, бегло мы не учились читать. И 50% детей начинали читать, прям читать предложениями большие слова. Остальные же 50% детей к концу года, ну, 9 месяцев я их обучала, к концу года они учились читать небольшими словами. Только там из трех-четырех букв медленно, но они понимали прочитанное. То есть ребенок в четыре года вполне готов к четырем годам уже смотреть, читать и понимать прочитанное. Что же говорят логопеды, педагоги? Они говорят, что обучать чтению нужно тогда, когда ребенок четко выговаривает все буковки. Я не согласна с этим. Почему? Потому что ребенок может четко выговаривать все буквы в процессе обучения. То есть, например, ребенок четко говорить все звуки, все буквы должен к пяти-шести годам. Если же мы начинаем в три-четыре года учить буковки, и мы в последнюю очередь берем буквы труднопроизносимые, мы не просто по алфавиту идем, а идем от легких букв А, О, У и к сложным буквам. Последние буковки мы учим труднопроизносимые. И вот там мы не заостряем внимание на то, что у ребенка Р не получается, но мы учим, что это звук Р, что это звук Р, и говорить его надо вот так, язычок вверху. И там мы учим его артикуляции, как правильно говорить. И там мы заостряем внимание на звуки. И тогда уже ребенок начинает лучше разговаривать, понимаете? И тогда уже он начинает лучше произносить звуки. Что же делать, если вы скажете, пусть ребенок играет, нам уже не три-четыре года, нам уже пять-шесть лет, до сих пор нет интереса к буковкам, и интерес вообще никогда не появлялся, пусть его в школе научат всему. Многие родители говорят, пусть научат в школе. Почему я лично против этого? Потому что, во-первых, смотрите, ваш ребенок придет в школу, и большинство детей там уже умеют читать, а он придет не умеючи читать. То есть он будет чувствовать себя не на первых рядах, не то, что вот он пришел, и учительница, ну вот, у нас 50% класса там, или 80% уже умеют читать, а вот ты не умеешь читать, да? Давай учись. И ребеночек будет чувствовать себя не очень хорошо. То есть он будет находиться на задних рядах, а не в первых рядах. Он изначально, когда приходит в первый класс, он уже ставит себя в позицию неуспешного, когда он впереди планеты всей, да? А ставит себя в позиции, ну я позади, я пока еще научусь, вот те уже молодцы, те читают, а вот ты, ай-яй-яй, как ему говорят там в классе, почему ты до сих пор не умеешь читать? Ну-ка давай бегом догоняй всех. Согласитесь, когда вот мы бежим в дистанцию, и ты видишь, что впереди бежит кто-то, и думаешь, вот они успешные, вот они молодцы, а ты сзади где-то там пытаешься догнать, и думаешь, блин, у меня ничего не получается. Вот я бы не хотела, чтобы с моим ребенком такое случилось. Что было со мной в детстве? У меня мама всю жизнь была педагогом, она и сейчас педагог, и она учила меня буковка, и она показала мне, как соединять буквы, и я к шести годам сама научилась читать. Ну как сама? Только по сто раз в день спрашивала, мама, а как это? А как это? А как кто? И в шесть лет я уже читала сказки. И в детском саду как-то говорят, вот садитесь, ребятишки, на стульчики, вот вам новая книжка. И кто вы хотите, чтобы вам прочитал новую книжку? Алена, то есть я, или другая девочка? Другая девочка тоже умела читать, но она читала невыразительно, очень быстро, но невыразительно. А я читала медленнее, но с выражением, с пониманием прочитанного. И они говорят, мы хотим, чтобы Алена читала. Я такая гордая была, что все, я тут звезда. И я села, я гордо раскрыла эту сказку, и начала им читать очень выразительно эту книжку. И тогда у меня появилась уверенность, что да, у меня все получится. И в школе я была одна из первых в обучении, потому что я была уверена, что у меня все получится. Что же было с моей дочерью, с моими детьми? Когда моя дочь пришла в первый класс, она обучалась по программе 2.100. Может быть, многим из вас знакома эта программа. И многие дети уже читали в классе. Моя дочь тоже читала. Но на родительском собрании нам сказали, вы знаете, программа не предусматривает столько много часов, чтобы научить детей читать. Делайте, что хотите, но чтобы ваши дети читали к следующей четверти. И те, у кого дети не читали, они просто вздыхали и хватались за голову, что же делать, как теперь научить детей, когда еще они уже чувствуют себя отстающими. В программе в этой было вот что. Там было за несколько уроков, буквально за 4 урока, они выучили весь алфавит. И первый текст у них был, внимание, про древнюю Русь, про князей. Представляете, детям в первом классе был первый текст в несколько столбиков уже про древнюю Русь, про князей. Я вообще была в ужасе, что это такое. В первом классе, то есть там нет, мама мыла раму или что-то еще. Там было вот так. Детям было очень сложно нечитающе. В детском саду, кто-то говорит, пусть в детском саду научат читать. Нет программы в детском саду, которая учит читать. Если просто ваш воспитатель сам возьмется и научит детей читать, это классно, конечно. Но обычно в детском саду просто там учат буквы в 5-6 лет, звуки, отличие букв от звуков, твердые, мягкие, согласные, гласные. И немножечко подготавливают вот таким образом детей к школе. Читать их там не учат. Поэтому, когда дети приходят, не читающие в первый класс, им очень сложно начать соединять и сразу же понимать смысл слов, особенно когда они отстают. Итак, что же делать? В 3-4 года вы пытаетесь играть с ребенком в буковке. Играть. И играть с ним в соединение слогов. И тогда вы не крадете у ребенка детство, то есть он играет. И буквально 5-10 минут в день вы с ним занимаетесь, играя. И тогда ребеночек видит, что буквы это просто, слоги это просто. Нужно просто брать и играть. И вот так играючи составлять самые простые слова. Если вы не знаете, как научить ребенка читать, я прикреплю внизу ссылку, там, где я провожу уроки. Вы можете посмотреть первый пробный урок на видео, как я это делаю. Это для детей как раз 3-4 лет. Там мы учим буквы. И там потом в своей программе я учу их соединять слоги и читать простые слова. Переходите по ссылке. Если вы сами хотите научить ребенка читать, то, конечно, запаситесь терпением. И посмотрите методику, по которой вы хотите работать. Приемы, с какими вы будете приемами работать. Чтобы вам определиться. Смотрите, чтобы вас не опередили бабушки, дедушки, мультфильмы, еще кто-то. Иначе ребенок выучит А, Б, В, Г, Д. И потом, как он будет соединять эти буковки в слоги. Ему покажется это очень сложным. И тогда он будет оттягивать это до первого класса. А там уже будет хвататься за голову, что же делать, я не хочу быть отстающим. Итак, учите ребенка читать правильно. Любите своих детей. И успейте сделать это в 3, в 4, в 5 лет. Это самый лучший возраст, когда научиться читать. С вами была Алена Васильева. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова